23 мая в некрополе Саккара, неподалёку от Каира, открыли для посещения шесть отреставрированных крабниц. Среди экзотических достопримечательностей – усыпальницы казначея Тутанхамона Маи и жен фараона Харимхеба. Туристической индустрии Египта после революции начала этого года переживают серьёзный кризис, число туристов сократилось почти вдвое. На открытии некрополя Саккара глава Высшего совета по древностям Египта Захий Хаваз обратился к туристам с призывом. «Сегодня мы открываем новое захоронение, чтобы показать всему миру, Египет безопасен. Приезжайте, чтобы почувствовать, увидеть волшебство и тайны Египта». В Саккаре хоронили фараонов, властвовавших во времена Древнего Царства. В конце 19 века археологи раскопали здесь 15 гробниц. В центре находится ступенчатая пирамида Джосера, первая в Древнем Египте. Её построили примерно четыре с половиной тысячи лет назад. После погребения фараона IV династии Пепе II в Саккаре стали хоронить менее важных персон. Кроме того, главный местный археолог говорит, что в Саккаре было сделано ещё одно историческое открытие. «Что было обнаружено в Саккаре впервые? Это гробницы Нового Царства. Некрополь Саккара был известен захоронениями Древнего Царства, гробницами фараонов, служащих и выдающихся государственных деятелей, построивших пирамиды. Но там есть усыпальницы и Нового Царства». Некоторые гробницы Саккары пострадали от расхитителей. Однако Захихавас обещает, что артефакты будут возвращены. «Сегодня мы впервые открываем для общественности шесть гробниц. Первая – известная гробница Хоримхеба, занимавшего высокие военные посты во времена Эхнатона и Тутанхамона и построившего эту гробницу. Что действительно уникально в этой усыпальнице, так это то, что она была разграблена. Сотни артефактов из этой гробницы находятся в сотнях музеев по всему миру. Но когда-нибудь мы вернём всё это обратно». Высший совет по древностям Египта планирует работать над развитием комплекса Саккара, а также обеспечить на этой территории большую безопасность для туристов.